Итак, лабораторная работа номер 2. Здесь мы проверим оператор выбора варианта кейс. Основная цель и вопросы для дальнейшего собеседования представлены на методическом указании. Итак, нам необходимо выполнить следующую задачу, применив, соответственно, оператор кейс. Открываем. Среду Паскаль. Так, начинаем с заголовка программы. Так, здесь нам понадобится метка. Обозначен как LB1. Так, дальше нам понадобятся переменные. Соответственно, I и Y. Благодаря которым будем задаваться значениям и вычислять. И они у нас будут целочисленного типа. Так, начинаем писать тело программы, которое начинается с ключевого слова begin и заканчивается end-ом с точкой. Так, внутри этой программы пишем, соответственно, код. Сначала пишем метку, благодаря которой будем всегда переходить на начало в случае невыполнения определенного условия. Так, ну а здесь пишем стандартным оператор вывода. И пишем комментарий. При помощи стандартного оператора ввода вводим это значение с клавиатуры. Так, дальше применяем оператор выбора вариантов. Смотрим соответствующую лекцию, как описывается. Так, дальше перечисляем. И оператор, который нам необходимо вычислить. 3, 5 и 7 соответственно. Так, и y вычисляется как сумма значений. Так, обращаю ваше внимание, что селектор, который в данном случае у нас является переменной i, должна быть в данном операторе либо целочисленным типом, либо логическим, либо символьным. Так, следующий перебор значений. Так, ну и здесь уже y вычисляется как квадрат. Применяем стандартную функцию разведения в квадрат. Так, применяем структуру else. Здесь воспользуемся составным оператором begin-end, который заканчивается точкой запятой. Так, и напишем при помощи стандартного оператора вывода комментарий значения вне девятого позвена от одного до семи то повторите вот. Так, ну и при помощи стандартного оператора безусловного перехода ставим метку для того, чтобы повторить ввод. Так, а иначе во-первых, заканчиваем end-ом с точкой запятой оператор case так, и выводим на экран результаты вычисления y так, ну тут форматирование единственное только сколько цифр будет отводиться по целой числу или позиции так, ну точку с пятой соответственно ставим так, ну запускаем программу одновременно проверяется она на наличие ошибок если ошибок нет то в окне вывода отобразится первый оператор, который необходимо выполнить ну а оператор ввода так, поставим значение 8 то есть вот нам отобразилось соответственно у нас 8 выходит в ней диапазон и сам операториот то есть вводим 3 то есть нам у нас вычисляется соответственно значение y и в последующем выводится это значение на экран итак, первый основной этап выполнен дальнейшее выполнение этапов лабораторной работы можно варьировать так копируем нашу программу переходим в следующий этап а именно оформление в данном варианте электронной таблицы то есть вставляем скопированный код программы так столб cb в ячейке b1 пишем слово параметр так столб cc в ячейке c1 пишем слово значение так находим строку где у нас вводится параметр i так ну и соответственно вводим значение пока 3 так ну и становимся на оператор кейс а именно вычисление y так сразу же хочу сказать что здесь в электронной таблице аналога оператора кейс нету поэтому придется воспользоваться функцией если так ну и это сейчас проделаем так во-первых нам нужно перечислить несколько значений то есть это мы делаем при помощи функции и если равно единицы к запятой если i равно трем 5 точка запятая если i равна 5 так ну и последнее действие если i равна 7 то если значение истинно мы суммируем два этих значения так а если ложь то есть мы опять повторяем функцию если то есть лево в окне она отображается нажимаем появляется новое окошко опять пользуем функцию и если i равно 2 если i равно 4 и равно 4 так и если i равно 6 то соответственно мы возводим степень возводим степень так а если значение ложь пишем соответственно вне диапазона повторить вот так здесь так ключевое существование и а или потому что если соответственно у нас должны быть равны этим всем а если то одному из них так мы проверим при 8 то есть и у нас получается 2 соответственно в квадрат заключается выполнение второго этапа следующий этап третий начал мы пишем условия задачи так скопируем задачи так и вставляем форматируем форматируем шрифт так опять при помощи формулы пишем что нам необходимо сделать так нам нужно ввести в квадрат соответственно i и нам нужно просумевать если i равно 2 4 либо 6 так и второй вариант если i равно 1 3 5 7 так вот у нас условия задачи дальше копируем код программы вставляем так и нам нужно отобразить соответственно блок схемы мы полотно вставляем полотно и начинаем как начинаем сначала дальше нам понадобится вот так нам понадобится условия так нам понадобится вычисляемая начинка нам понадобится вывод также нам еще один понадобится вывод и опять нам понадобится блок в котором напишем слово конец показываем в виде стрелок направление движения относительно каждого блока вот он называем блок схемы вот так вот так вот так вот так давайте заполним соответствующие блоки содержимое так это у нас сначала следующий блок ввода это мы вводим i следующий блок i равно 1,3,5,7 так еще у нас не хватает соответственно указать правильный путь указать правильный путь если это да сюда здесь то же самое если да сюда так если у нас i равно 1,3,5,7 соответственно учитывается данное выражение так если у нас i равно 2,4 соответственно 6 то i будет вычисляться в данном выражении там в данном блоке мы выводим на экран порученное значение y так здесь пишем комментарии где и фигопозоны Так, ну и последний блок Конец программы Так, ну и вот как у нас будет выглядеть блок схемы на данную программу И это мы выполним в этап номер 3 Этап номер 4 То есть нам необходимо защитить лабораторную работу Исходя из вопросов, которые озвучены в методическом указании